Больше года жители России находятся в ожидании нового закона, который должен избавить города от свалок. Сегодня мы попытаемся узнать, кто же все-таки будет отвечать за вывоз твердых коммунальных отходов, сколько это будет стоить и чем же все-таки пахнет эта новая мусорная реформа. Скоро эти мусоровозы примут боевое крещение на обийских мусорках. Закупка новой техники необходима для регионального оператора по вывозу отходов. В этом году Алтайский край был разделен на 7 зон. Олейская, Заринская, Барнаульская, Славгородская, Каменская, Рубцовская и Бийская. В каждой будет работать свой мусорный оператор. Один оператор будет решать все, с кем он заключает по вывозу мусора, с кем он заключает по сортировке, с кем заключает по утилизации. Потому что когда 10 человек, непонятно кто куда едет и кто куда что везет. То ли он на полигон везет, то ли он везет в лес. Сейчас это будет все отслеживаться. Изменится и принцип оплаты за вывоз мусора. От каждого жителя не по квадратным метрам, как раз за квадратный метр от жилья, а именно сколько человек проживает на этой жилищной площади. Платить за вывоз мусора будут все. Жители многоквартирных, частных домов и даже сельчане. Уже известны тарифы по двум зонам. В Барнаульской около 67 рублей на человека, в Бийской порядка 36. Это на несколько рублей больше, чем было раньше, зато теперь цена будет единая. Эта сумма будет выводиться в квитанции отдельной строкой. Остается непонятным, куда же все-таки мусорные операторы будут утилизировать отходы. Жители региона в год производят почти 2 миллиона тонн мусора. По словам экологов, емкости только Барнаульского полигона хватит лишь на пару лет. Специалисты уверены, выход из экологической катастрофы только в строительстве мусороперерабатывающего завода, о котором власти говорят не первый год. И рано или поздно мы подойдем к этому пределу на земле, когда невозможно будет добывать миллионы тонн руды, ее просто не будет. Конечно, за переработкой будущее. У нас нет у человечества другого пути. В свою законную силу мусорная реформа вступит с 1 января 2019 года. К этому времени станут известны новые цены на вывоз отходов во всех зонах края. Но жители Барнаульской, Бийской, Олейской и Заринской зон уже в этом году должны получить квитанции с новым тарифом, так как их регоператоры уже готовы приступить к своим обязанностям. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости.